Самое время перейти к нашим первым сегодняшним утренним гостям. И хочу сказать, что это настоящие профессионалы и чемпионы своего дела. Красноярские каратисты доказали всем, что сильнее их никого буквально на всем белом свете нет. Наши спортсмены на днях привезли победу с чемпионата мира. И удивительно, но многим победителям едва исполнилось 10 лет совсем еще малышей. И вот сегодня блеснув своими умениями как раз таки в прямом нашем эфире. И наш первый юный, мне кажется, самый, наверное, юный гость Захар Белик, бронзовый призер первенства мира. Участник первенства мира. Доброе утро. Рад тебя поприветствовать. Как по-особому здоровьтесь, правильно? Ага, вот так просто поклониться. Я так понимаю, что у тебя такая сольная в этом смысле программа. Да? Можешь в руки взять его не бояться. Нет, не будешь бояться? Он же пришел, чтобы показать свое мнение. Я тогда предлагаю, как правильно называется? Като. 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 У тебя это подготовлено, и мы хотим просто посмотреть, как это выглядит. Предлагаем тебе, собственно, флаг в руки брать и показывать. Окей? Мы отойдем подальше. Все, договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот теперь, по всей видимости, это финал. Интересно, надо... А можно хлопать после этого? Я просто не уверен. Ну, я не знаю. Давай пригласим еще и тренера, потому что мы сейчас попробуем разобраться, для чего это нужно. И что это означает. Что же это было? Владимир Рейн, президент Федерации спортивного контактного карате. Действительно, тренер. Доброе вам тоже утро. Доброе утро. Ну, расскажите, что же это было? Давайте, наверное, рядом с героем. Ученику. Своим учеником. Расскажите, да, что он демонстрировал и почему улыбался. Ну, улыбался. Когда бьешь соперника, нужно обязательно улыбаться. Да, конечно, нужно бить и улыбаться. Он выполнял комплекс ката. Это формальный комплекс упражнений. В нем зашифровано бой с несколькими противниками. Можно так выразиться. Ну, я бы сказала, что это даже похоже на некоторые элементы, ну, не знаю, хореографии так выражусь, потому что они очень плавные и достаточно четкие, как такой танец, но просто спортивный боевой. Да, ну, я же говорю, это зашифрованный поединок с несколькими противниками. То есть... Он представляет кого-то себе. А говоря, ну, то есть, я так понимаю, что, в принципе, порядок движений, он постоянно разный, комплекс? Или есть закопленный? Каждый комплекс, в нем определенный порядок движений, нарушать его ни в коем случае нельзя. То есть, как вот зарядка в армии есть. Я просто помню, что были вот эти вот фотографии, картинки, где нарисованы ребята, там, дружина солдатская, еще что-то. И скажите, в дальнейшем, вот, например, там, ребенку 10 лет, он одно выполняет. В дальнейшем они меняются или вот эти комплексы усложняются? Комплексы старта, да, они меняются, они постоянно усложняются. То есть, в зависимости от пояса, скажем так, который имеет ученик, ну, как-то все сложнее и сложнее. Вот хотелось нас спросить. Вижу, что у вас черный, а у молодого человека зеленый. Да, да, кстати, хорошо подходите под планку. Какой вот уровень у него и у меня, соответственно? Ну, уровень у Захара у нас достаточно высок, несмотря на его возраст. Как бы он является и победителем первенства Сибирского федерального округа, и на Кубке России, на Кубке Азии он выступал, выигрывал. Поэтому это достаточно высокий уровень. Когда все уже отработано, то можно, в принципе, переходить, я так понимаю, к тому, что на живую происходит все телодвижения. И используется у нас, если есть ребята, которые готовы. Да, мы знаем, что еще один сюрприз, что нам подготовили. Которые готовы. И не говори. Ребята, вы нам тоже сможете что-то продемонстрировать. Я так понимаю, уже что-то более серьезное, более конкретное. Ну, в том смысле, как это выглядит уже на татане. На татане. О, как четко. Откуда эти знания? Тем более, что благодаря, я так понимаю, именно вот каким-то этим определенным движениям, в общем-то, эта победа и произошла, которую к нам привезли вы в город. Пожалуйста, вам. Давайте, вам. Ну, вам татане. Движение, вам движение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Выходили прямо и боролись с ними. Да. Насколько, ну, в том смысле, что когда ты сразу вот так в лицо получаешь кулаком, вот, конечно, обратил внимание, довольно-таки страшно. Ну, как-то какая-то адаптация изначально идет, и вообще, в принципе, вы выступаете в таких шлемах или без них? В каких? Ну, то есть есть некая там безопасность до определенного возраста, да? То есть взрослые, они уже, наверное, не используют их? Или это всегда? Во всех категориях используется такое защитное оборудование. А что запрещено? Удары по суставам. По суставам нельзя бить? Ну, то есть прямую, да? Прямую удары по суставам. Я заметила, после каждого раза, когда, допустим, роняют, вы обязательно какое-то голосовое используете. Там, а, это обязательный элемент? Зачем оно нужно? Это как бы... Нет, это не обязательно, но так, чтобы произвести эффект. Ну, фиксируй, скажем так. Я здесь сегодня сейчас победила. Полежи, пожалуйста. Слушайте, вот у вас еще разного цвета пояса. Какой из них по уровню, ну, как бы, выше считается? Мой синий, с полоской. То есть ты круче. Ты его можешь забороть. А вообще, да, вот на соревнованиях, насколько, то есть по весу люди выступают, или каким образом? И влияют ли пояса в этом случае? Ну, пояса в этой ситуации не влияют никакого значения. Категории у нас используются по весам и годам. А что именно получается ты сделал, что уже получил пояс? То есть при каком, при каких обстоятельствах пояса, ну, выше уровня поднимаются? Ну, как сделал Захар, надо сделать кат определенного уровня на мой пояс и участие в соревнованиях. Уже много чего мы обсудили. Я так понимаю, что можно немножечко попробовать, поэкспериментировать и на ведущих. Ну, как, в том смысле, что... На ведущем, давай будем уточнять. Да, что мне нужно будет, чтобы не наносили удары в челюсти и все остальное. Но, тем не менее, ну, что-то поотрабатывать возможно, да, у нас, по всей видимости? Да, я думаю, что мы... Кто-то меня немножко научит. И давайте мы... Да, у нас есть еще один человек, который обладает этим единоборством. Брех, подходите к нам. Дмитрий Гурьянов, тоже чемпион мира по карате. Здравствуйте. И вот я думаю, что сейчас как раз... Сейчас как раз мы и что-то отработаем, какие-то элементы, да. Может быть, вы нам подробнее расскажете, что именно покажете на микрофон. Возьмите, да, на Сергея. Ну, с чего начинается любое... Обузине. Да. Поддержу. Вид спорта ставишь. Я так пойду. На всякий случай. Сначала начинается с поклона. Вы приходите и делаете поклон своему сопернику. Ну, и затем начинаете отрабатывать приемы. Начнем с прямого удара рукой, например. Мы стоим в стоечку. Ириша, подходи. И поднимаем ручки. И отрабатываем прямой удар на нашем сопернике. Ну, я... То есть вы хотите с тобой... Ну, просто как он выглядит, я должен уже немножко понимать, потому что я... Поработает манекеном, или что у нас сегодня? Мы выпрямляем руку и возвращаем ее обратно. Ничего сложного. А эта вот вещь, она мягкая, да? А, наоборот, такая очень твердая. Ну, да, нормально. Нормально, все идет. И прямо бью. Да, пожалуйста. Как бы это средство защиты, жилет, оно предохраняет от увечий, от травм и также шлем. То есть у нас полное контактное оборудование, чтобы минимизировать травмы, как у детей, так и у взрослых. Мы используем шлем, жилет. Мы можем спокойно по нему отрабатывать. То есть, получается, в эту область полностью разрешаются все удары? Все удары, как рукой, так ногой. Еще я обратил внимание, что когда парни друг друга заваливали, они еще добивающие делали. Да, получается, как оцениваются поединки? Удар рукой один балл, удар ногой два балла. И по сумме баллов выявляется, кто победил, кто проиграл. То есть каждое действие рукой либо ногой оценивается. Ну, мне кажется, я, наверное, немножко не в той форме, для того, чтобы что-то... Ну, я даже не знаю, потому что я подрабатывал какие-то лапы уже, все равно, наверняка, имеется в этом смысле, да, обычно? Ну, лапы имеются, но сегодня у нас есть живой манекен, что гораздо лучше. Тебе повезло, понимаешь, все условия созданы. Слушайте, ну, я даже не знаю, ну, как, то есть, я прям могу ударить, да? Ну, прям ударить. А вы в ответ только сильного не бейте, он мне еще нужен до конца эфира. Потом скажут, смотри, как надо. Хорошо. О, ну, слушайте, нормально. Ой, ну, легко и надо. Очень даже. Хочешь попробовать? Замечательно. Беспрецедентный случай, давай. Серьезно? Ну, давайте, ладно. Как я должна была? А я должна какой ногой? Мне вот этой ногой удобно упереться, нет? Можно? Прямо бей. Ближе. Прямо серьезно, прям ударишь? Пожалуйста. А если я себе руку сломаю? Ну, убейте себе. Ну, ладно. О, боже, это действительно больно. Да нет, но это не так больно, как живому человеку. А скажите, вот слышала я такую информацию, что удары руками именно вот в карате, они значительно эффектнее, чем удары ногами. Правда ли это? И что это за такая вообще информация? Ну, скорее наоборот, удары ногами более высококомплитудные, более красивые, размашистые и получаешь эстетическое удовольствие, когда производишь удары ногами. Иногда удары ногами можешь получить чистую победу, то есть они ценятся гораздо выше. Но, наверное, в связи с этим им их и сложнее... Их и сложнее выполнять, поэтому они дороже оцениваются, как сказать, 2-3 балла за удар на бой получаем. Спасибо большое вам за эту информацию. А у нас хочется еще перейти к наградам, потому как все-таки, ну, не с пустыми руками вы к нам пришли. Много чего тут интересного, красивого безумно. Расскажите, где вот, собственно, то самое-самое главное, ради чего все это было у ребят? Самое главное – это вот золотая медаль чемпионата мира по косике карате. Это Дмитрий Гурьянов в командном кумите занял первое место. Ильян свою медаль сюда не принес. Герои. Заходите все. Кубок чемпиона по косике карате. Версии ККФ. Вот тут еще нам целый, целый прям… Да, у нас тут есть такие места, где медали куют. Вот такая вот красота. Да. И целый даже кубок. Командный кубок с открытого Кубка Азии, который проходил в этом году, в мае месяце. Командный кубок – это вот наша команда Красноярского края заняла второе общекомандное место. А это то есть по баллам, да, считается? Да, это считается по баллам. Каждый, кто выиграл из команды, приносит определенное количество баллов. Наверное, еще задам вам последний такой завершающий вопрос. Какие самые ближайшие соревнования, может быть, в нашем городе будут проходить, если вдруг кто-то захочет посмотреть на всю эту красоту? Ну, ближайшие будут проходить в городе Девногорске. Потом у нас город Барнаул, чемпионат оперенства Сибирского федерального округа. Ну, а в мае месяце, мы 5 мая проводим соревнования здесь, в Красноярске. Ну вот, спасибо вам большое за такой небольшой экскурс в календарь. Мы, конечно же, пожелаем вам невероятной удачи, дальнейшей продолжать в том же духе. Ребятам повышать свои цвета своих поясов. Ну, а я еще раз представлю, кто у нас в гостях был. Владимир Рейн, президент Федерации спортивного контактного каратэ-тренера. Дмитрий Гурьянов, чемпион мира по каратэ. Илья Белик, бронзовый призер первенства мира. Захар Белик, юный участник первенства мира. И Кирилл Алексеев, победитель первенства края. Спасибо вам большое, что пришли и дальнейший успех. Да, ну что ж, а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь вместе с нами. Небольшой блок рекламы.